Многим из вас наверняка рано или поздно приходил в голову вопрос, бесконечно ли наша Вселенная? К сожалению, современная наука не может дать на это однозначного ответа, но зато она точно может сказать, что Вселенная имеет начало. Мир, который мы знаем, развивался и рос на протяжении 13,8 миллиарда лет из состояния, которое принято называть космологической сингулярностью. Для того, чтобы изучить этот процесс, астрономам приходится в прямом смысле смотреть в прошлое. И сегодня, говоря о границах Вселенной, мы имеем в виду только тот предел, который мы можем увидеть. Этот видимый участок называют метагалактикой или видимой Вселенной. Но что находится за пределами? Космо. Первый космический. Само утверждение о том, что у Вселенной существуют границы, причисляют к ряду великих идей, которые способны кардинально изменить наш взгляд на мир. Похоже, уже происходило в 1543 году, когда Николай Коперник доказал, что Земля не находится в центре космоса. Следующий переворот произошел в 20 веке, когда Эдвин Хаббл показал миру то, что галактики отдаляются друг от друга, дав жизнь идее о том, что наша Вселенная не существовала вечно, образовалась в результате определенного события – Большого Взрыва. Сегодня мы точно знаем только то, что мир, в котором мы живем, намного больше того размера, который мы можем себе представить, и поиск ответа на вопрос о его границах является шагом к следующему научному прорыву. На данный момент ученые могут говорить только о тех границах, внутри которых они могут что-то увидеть. Эту область также называют наблюдаемой Вселенной, то есть той ее частью, которая является абсолютным прошлым по отношению к наблюдателю. Границей наблюдаемой Вселенной является космологический горизонт, объекты на котором имеют бесконечное красное смещение, то есть, не переставая, отдаляются. Число галактик внутри видимой Вселенной оценивается более чем в 500 миллиардов, причем это количество регулярно растет по мере совершенствования исследовательских приборов. Но каких размеров сегодня достигает видимый нам участок Вселенной? Расстояние до самого удаленного наблюдаемого объекта равняется примерно 14 миллиардам парсек во всех направлениях. Таким образом, наблюдаемая Вселенная представляет собой шар диаметром примерно в 93 миллиарда световых лет и имеет центр внутри Солнечной системы, то есть в месте пребывания наблюдателя. Объем этого участка равен 350 квин-виджентиллионам метрам в кубе. Стоит также отметить, что свет, испущенный самыми удаленными наблюдаемыми объектами, шел до нас в течение 13,8 миллиарда световых лет. Однако с тех пор расстояние до этих объектов значительно увеличилось из-за постоянного расширения Вселенной. Этот процесс является следствием наличия материи и энергии в космосе, которая заполняет пространство-время. Пока в космосе существует материя, существует и гравитационное притяжение. Следовательно, Вселенная либо сжимается под действием гравитации, либо расширяется под действием темной материи. Стоит также отметить, что не существует единого центра расширения. Точно так же, как и нет места за пределами пространства, в которое Вселенная бы расширялась. Этот процесс происходит с самой тканью пространства в любой его точке, везде и постоянно. Мы не ощущаем этого на себе, так как сила, которая держит наши атомы и молекулы вместе, не позволяет нам разлетаться в стороны под действием расширения пространства. Это можно представить в виде запекающегося хлеба, изюминки на котором наши галактики и прочие связанные структуры. А тесто – ткань пространства. Если верить расчетам, сегодня расстояние до самых удаленных наблюдаемых объектов равняется примерно 14 гигапарсекам, или 46 миллиардам световых лет. Самой удаленной от Земли звездной системой является галактика, получившая обозначение GNZ11. Свет от нее шел до нас в течение примерно 13,4 миллиарда лет. То есть ее формирование произошло менее чем через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Однако вследствие расширения Вселенной сегодняшнее расстояние до GNZ11 составляет примерно 32 миллиарда световых лет. Можно сказать, что скорость ее удаления превышает скорость света. Однако это не противоречит специальной теории относительности, так как удаляется не материя, а само пространство между двумя объектами становится больше. Можно предположить, что этот объект является одной из первейших галактик и, вероятнее всего, наиболее близким звездным скоплением к краю наблюдаемой Вселенной. Если бы у человека была возможность свободно перемещаться между мирами, возможно, именно там мы бы смогли узнать более подробную историю образования нашего мира. Вероятнее всего то, что сегодня мы называем метагалактикой, начало расширяться сразу же после своего появления. Теоретически граница метагалактики может доходить и до самой космологической сингулярности. То есть показать нам то, каким мир был до Большого Взрыва, однако на практике границей наблюдения является реликтовое излучение. Именно его можно назвать наиболее удаленным объектом во Вселенной из всех тех, что наблюдала современная наука. Это излучение представляет из себя что-то вроде барьера для нашего зрения, которое образовалось примерно через 380 тысяч лет после Большого Взрыва. То есть в то время, когда Вселенная остыла настолько, что в ней смогли появиться атомы. Говоря современным языком, это может напоминать что-то вроде детской фотографии космоса, на которой он запечатлен еще до того, как в нем появились первые звезды. Вполне вероятно, что за этим барьером Вселенная бесконечно продолжается. Возможно, именно там могут существовать и ее гипотетические границы. Объекты, которые находятся за пределами этого барьера, называют внеметагалактическими. Сегодняшняя наука не способна точно сказать о том, что представляют из себя эти тела. Однако, если предположить, что Вселенная продолжит расширяться, можно сделать вывод, что рано или поздно даже те объекты, которые мы видим сейчас, исчезнут из нашего поля зрения. Если ускоряющееся расширение Вселенной будет продолжаться бесконечно, то в результате галактики за пределами нашего сверхскопления рано или поздно выйдут за горизонт и станут для нас невидимыми. Любая форма коммуникации далее пределов видимой Вселенной станет невозможной, и всякий контакт между объектами будет утерян. Земля, Солнечная система, Млечный путь и наши сверхскопления будут видны друг к другу, в то время как вся остальная Вселенная исчезнет вдали. За границами нашей видимости могут находиться гипотетические миры, возникающие в результате фазовых переходов физического вакуума, или же объекты, которые формируются из неоднородностей реликтового излучения, расположенные ближе всего к горизонту частиц. Вопрос о внеметагалактических объектах до сих пор является спорным среди ученых и порождает огромное количество псевдонаучных догадок. Так или иначе, большинство исследователей сходятся на признании бесконечности нашей Вселенной, но интерпретируют эту бесконечность по-своему. Кто-то считает наш мир многомерным, где наша трехмерная Вселенная является лишь одним из его слоев. Другие же склоняются к теории мультивселенной, внутри которой мы можем быть лишь маленькой частью от бесконечного множества. А за границей нашей видимости может скрываться портал в другие миры. Некоторые космические теории предполагают наличие так называемого горизонта событий. Принцип его действия заключается в том, что мы никогда не увидим то, что находится за его пределами, так как находящиеся там объекты будут иметь скорость удаления фотонов большую, чем скорость расширения наблюдаемой нами Вселенной. Если верить этой теории, вполне вероятно, что в итоге за горизонт событий уйдут все окружающие нас галактики. Это будет выглядеть так, будто время в них остановилось. Мы увидим, как они бесконечно уходят за пределы видимости, но так никогда и не оказываются полностью скрывшимися. Так или иначе, сегодняшняя наука не знает точного ответа на этот вопрос. Однако ситуация может легко измениться, если у нас появится более совершенная исследовательская техника. Возможно, Вселенная действительно окажется чем-то вроде шара, перемещение по которому будет напоминать передвижение по нашей Земле. Но если вспомнить про масштабы, которых она достигает, подобная перспектива кажется невозможной. Для того, чтобы добраться до края видимой Вселенной у человека, уйдет 46 миллиардов лет, даже если он будет перемещаться со скоростью света. К тому времени точка, к которой он стремился отдалиться от него на такое же расстояние, и ему потребуется снова совершать свое путешествие. Вполне вероятно, что за пределами нашей видимости не находится никаких крупных объектов, и заглянув туда, мы увидим только сплошное облако из гелия, водорода и небольшого количества других элементов. А возможно, мы никогда так и не сможем посмотреть на то, что стало причиной нашего мира. И так и останемся в позиции человека, пытающегося догнать горизонт. Редактор субтитров А.Семкин